29 сентября 2019 года все мы покупали путевки ИП Перфильева, которая выступала официальным представительством от Coral Travel. Ну и купив путевки, так называемый отдых, мы не улетели на отдых. Она просто-напросто нас всех обманула. Причем обманула не только нас здесь присутствующих, но обманула еще людей, которые являются иногородними. Этой запутанной истории уже два года. Но люди пока так и остаются ни с чем. Нет ни путевок, ни денег за них. География обманутых частным туроператором широка. Тула, Москва, Рязань. И вроде как первые звоночки о недобросовестности звучали и раньше. Но туристы думали пронесет, но их накрыло. В 18-й год начались проблемы в туристическом бизнесе с островом Сокровищ. В 19-м году начались проблемы в туристическом бизнесе этой Пепперфильева. В 20-е начало года это Розовая Пантера. То есть каждый год шло безобразие именно обман туристов в плане отправки их на отдых. При этом на самом деле очень сложно мы добились возбуждения уголовного дела. Мы добивались несколько месяцев. В итоге, после того, как два года, два года после того, как завели уголовное дело, мы доводили все это до суда. И в итоге вынесен вот такой судебный приговор, конечно же. Это просто расценивается нами как плевок. Это как плевок вообще по, не знаю, пострадавшим людям. На протяжении двух лет пострадавшие пытались добиться возмещения денежных средств от предпринимателя Перфильевой. Разговаривали с ней по-хорошему. Но в ответ говорят только ухмылки и хамства. Госпожа Перфильева у нас получается так, что обманывала не только, когда было ИП под эгидой Coral Travel, но еще и у нее были другие туристические агентства через интернет. Поэтому наша основная задача донести до людей, что в Рязани и Рязанской области действует мошенник. Она осуждена Советским судом на четыре года, извините, условно за свои мошеннические действия. От срочкой приговора. С рассрочкой приговора. От срочкой. От срочкой приговора до 14 лет и без выплаты пострадавшим денег. Схема обмана туристов была одна и та же. Сначала авантюристка предлагала турпоездку и очень срочно просила перевезти деньги. Якобы это горящая путевка и мы, мол, можем не успеть. Деньги переводились накануне или в день вояжа. Но затем поступал звонок. Дескать, по каким-то причинам туруоператор поездку не подтвердил. Ей дали четыре года условно. Со срочкой приговора до 14 лет. Реально. Потому что она во время следствия умудрилась. Простите, я понимаю, что жизнь ей жить. Забеременеть и родить ребенка. Теперь она мать-одиночка. Я понимаю по закону. Но через три года у нас будет 90-летие победы. И такие лица могут попасть под амнистию. Соответственно, через три года, мы предполагаем, с нее все это снимется. И она заново начнет обманывать людей. Туристы из Тулы тоже попали в список жертв через популярный сайт бронирования путевок. Это рязанское тура агентства значилось в первом списке. И решили воспользоваться услугой онлайн-бронирования. Мы уже знали, куда хотели полететь, в определенный отель. Мы оставили там заявку, и с нами связался менеджер ее, на то время, Солдаченко Анастасия. Она рассказала нам об этом туре, нас все устроило. Но ответ мы не давали, поедем мы или нет. На следующий день к нам позвонила сама лично Перфильева. А мы еще так удивились, ну не московский получается номер, а ваш вот рязанский. Мы на следующий день едем у себя в Туле, тоже в агентство Coral Travel. И посмотреть, на самом деле есть такое или нет. На что нам они объясняют в нашем городе, что данный отель стоит в стопе. При личном общении начались отговорки, дескать, я забронировал на свой паспорт, и ваш тур состоится. Но в итоге жители Тулы так никуда и не отправились. Следствие доказало, что в момент возбуждения уголовного дела на счету мошенницы была приличная сумма, которая в скором времени пропала. Еще я считаю, что данный человек просто целенаправленно готовился. Почему? Потому что мы вот тут подавали по защите прав потребителя в Советский суд. А так как нам уже было решение о возмещении по защите прав потребителя, и через судебных приставов мы подавали иски, нам вернулись ответы, что взыскать с нее нечего, сумма взыскания ноль, согласно законодательству. А зная по законному, то есть по юридическому делу, которое уголовно, у нее было порядка 25 миллионов на счетах. Несмотря на приговор, пострадавшие намерены идти до конца. С постановлением суда они не согласны и будут его обжаловать. Ведь деньги, которые они копили на отдых, получается, никто возвращать не собирается. Тем более на суде обвиняемая даже не удосужилась извиниться. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».